Очень трудно, мне кажется, дрессировать кошек. Да, они очень свободолюбивые, так же, как и девушки. Своенравные, да. Но я тебе скажу о том, как я владелец двух кошек, бесполезно что-то с ними делать. Людям говоришь сидеть, а не лежат. Но, тем не менее, несмотря на это, существует большой, огромный, очень знаменитый цирк Куклачева, который никто не отменял. Кошкин дом. Кошкин дом. И мы сегодня тоже будем укращать кошек, правда, игрушечных, потому что у нас в гостях мастер по подаркам ручной работы Татьяна Горячева. Татьяна, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Что мы с вами будем сегодня делать? Мы с вами постараемся сделать вот таких вот кошечек. Давайте мы покажем на камеру, да, вот они. Эти разноцветные какие-то. Можно сделать вот такой вот держатель и прикрепить брелочек. Либо на ключи, либо, соответственно, на рюкзачок, что любят дети. Эти кошечки не оставляют равнодушными ни детей, ни взрослых. Можно подарить их любому своему другу. Как брак внимание. И мы сейчас с вами сделаем именно вот эти, получается, усы, лапы, хвост уже на готовой форме. И глазки. Да, я уже подготовила, то есть, заготовочки. А из чего вы это-то делаете? Рассказывайте. Здесь у нас используется ткань. Внутреннее наполнение это у нас хаулофайбер, гипоаллергенный материал. Я их подготовила уже, наполнила. Вы выбираете цвет, который хотите сделать, и мы будем делать вместе с вами. То есть получается, что это делают заготовки, скорее всего, родители, если совсем с малышами. А малыши уже способны раскрасить вместе с мамой, с папой. А как давно вы вообще рукоделием занимаетесь? Ну, вообще, где-то с 16-го года. Началось это с того, что я захотела организовать свой дом, соответственно. Это какие-то корзинки, органайзеры, кармашки. Дети, видимо, появились. Нет. Появилось очень много материала, то, что было интересно использовать в дальнейшем, то есть для развития своего творчества. Давайте будем делать и параллельно с вами разговаривать. Давайте, выбирайте. Ну, скажите, Татьяна, это у вас уже профессия все-таки или это хобби? Это все-таки хобби. Так, что нам нужно делать? Первое, мы взяли кисть. Мы взяли кисть, мы выбрали цвет для носа. Мы будем рисовать нос. Сначала нос. У меня будет оранжевый. Получается, мы сначала цветовые пятна делаем с вами, как на картинке, а потом уже вокруг них контур. Контур делаем, да, черного цвета. Хорошо, тогда у меня будет... Ну, какой? Ну, розовый. Розовый носик. Давайте, мы рисуем с вами носик. Это либо кругляшок, либо овальчик. Что, Ксюша, получается? Все, увлечены процессом. Да, вот. Как понять, где должен быть нос? Ну, где-то посерединке. Это ваш котик. Ну что, я ответственно подхожу к задаче нарисования. Все правильно. Нос у кота один. Да. Так, скажите, Тань, а вы вообще вот только вот этим занимаетесь или еще какие-то техники у вас есть, я не знаю. Ну, направление творчества мне интересно разное. То есть я занимаюсь и декупажем, и игрушками. О, декупаж это очень круто. Да. А у меня получилось жирненько. Это нормально или, ну... Жирненько это хорошо. Да, ничего страшного, да. Я тебе как эксперт говорю, жирненько это хорошо. Жирненько это нормально. Ну, то есть это должно просто, видимо, подсохнуть. Да, споласкивайте кисточку. Так. Да, каждому я дам сейчас салфетку, потому что, да, у нас кисточка должна быть, скажем так, более сухая, потому что это ткань, и чтобы краска по ткани не поползла, то есть кисточка у нас должна быть сухенькая. Теперь рисуем глазки, да? Да. Теперь рисуем два пятнышка, да, соответственно, тоже либо кругленькие, либо овальненькие, то есть те глазки, которые у нас будут длиннее. А тебе тогда контрастный какой-нибудь на твоей ткани. Ну, все, давай. Хорошо, я выберу оранжевый тогда. Оранжевые глаза. Может, зеленый? Зеленый у меня нос. Нет, я посаживаю. Да, конечно. Это просто контрастный, о ткань тебе не будет. Да, да. А ты разбираешься в рукоделии, Анташова. Мне просто нравится тобой управлять. Ах ты какая. Скажите, а какой вы совет, Таня, можете дать вообще вот начинающим рукодельникам, рукодельницам? С чего начать? Ну, во-первых, начинающим девочкам, мальчикам я хотела бы дать совет. Нет, это первое, что нужно ценить свой труд. Нужно его ценить, потому что есть другие мастера, да, соответственно, чтобы не занижать их стоимость, нужно знакомиться с ними, нужно общаться, нужно говорить о себе, заявлять. Так, как-то серьезный подход. Ну да. Вроде котика делаем, обсуждаем с вами бизнес-стратегию. Ну как, это же становится уже потом профессией. Ну, либо это хобби, то есть, да, потому что есть рукодельницы, которые совмещают, соответственно, да, которые говорят о себе, которые показывают свои работы, кто на что способен, кто что умеет поближе. Я хотел, чтобы у него это широкий взгляд на жизнь был. Ну давайте. Сейчас мы берем тоненькую кисточку. А, и сейчас будем делать контур. И сейчас сделаем контур, да. Понял. Так, промежуточный вариант, то, что у нас сейчас на данный момент получается, два, три цветовых пятна. Угу, ну-ка покажи. Ну вот. Нормально. Да, сейчас. Нормально. У Саши удивленные цветовые пятна. У Нару. Хорошие цветовые пятна. Так, тоненькую кисточку. Тоненькую кисточку. Да. Держите, Ксения. Так, я взяла. Что нам? Все, макаем в черную краску. Все, давай поставим. Да, аккуратненько, тоненько, чтобы не было жирно, чтобы не получились очень жирные пятнышки. И сейчас обводим по контуру носик и глазки. Далее будем рисовать уже усики. Не поплывет, потому что у меня вот покажут на вас-то тут. Рядышком аккуратненько обводите. Ну, вообще, как бы, да, конечно, это должно подсохнуть. Совет начинающим, чтобы руки не тряскались еще. Вот это самое главное. Ну, то есть не в 7 утра это надо делать. Самое главное, не бояться. Единственный совет, это не бояться, потому что это ваше изделие, и вы его испортить просто, в принципе, не можете. Авторская работа. Авторская работа. Никто не отменял. Да, как нарисуешь, такова задумка автора получается, да? Да, все правильно. Потому что это индивидуально, это эксклюзив, в чем плюс ручной работы никогда не может быть повторения. Удобненько. Я в целом всегда так, когда окрашу второй глаз, и он не очень получается, говорю, это авторская работа. Я так вижу себя. Ну, все верно. На самом деле, это очень увлекательный процесс. Очень. И очень какой-то дзен поступает в этот момент. Да. То есть ты как-то успокаиваешься, останавливаешься. Я вообще спокойно сейчас. Я сосредоточился. Да. И у меня кот будет смотреть в другую сторону. Налево? Налево будет смотреть, да. Вот такой у меня кот будет. Левый взглядов. Все чудесно. Сейчас... А, носик нарисовали? Да, рисуйте от носика вниз палочку, и ему небольшой ротик. Все понял. У меня как-то все медленнее, Саш, чем у тебя. Это нормально? Ну, он мужчина, он первопроходится. Это да, это да. Так, еще нужно сделать зрачки. Нет, зрачки мы делаем попозже, чтобы у нас немножко подсохла краска. А я сразу сделал. Понятно. Чтобы она не поплыла. Сейчас рисуем пару усиков, и, в принципе, котик наш готов. После высыхания для укрепления можно сделать изделие покрыть акриловым лаком. А, чтобы не разъехалось, да? Да. Ну, если особенно это дети играть, потом дальше будут. Да, потому что у них потеют ладошки, то есть, да, и чтобы краска у нас не поплыла, но, в принципе, эта краска по ткани специальная. Вообще замечательный. можно сделать ему пару ресничек, либо оставить его таким. Можно нарисовать ему погущие усы, тогда он будет кот с Кавказа и бровь нарисовать. Ну, пока не похоже на кота. У кого? У тебя? У меня. Получится, Ксюша, все нормально. В какой-то момент должно произойти волшебство, и станет все понятно. Сейчас я вам продемонстрирую то, что получается. Вот, я ему бровки еще нарисую. Ох, какой у нас непроснувшийся злой сутрак. Вот. То, что получилось у меня. Коты разные нужны, коты разные важны. Подождите, сейчас я тоже продемонстрирую. Чуть-чуть буквально. Спасибо, Таня. Тут действительно это очень увлекательно, это очень здорово. Это увлекательно, это неповторимо. То есть, да, либо вы можете оставить это у себя, либо ему подарить своему ближнему, потому что ближнего нужно радовать каждый день, каждое утро и дарить подарки. Это релаксация, на самом деле, очень классная. Татьяна Горячева, мастер по подаркам ручной работы была, а сейчас... Ух ты, Анташ. Ну вот то, что у нас получилось. Саш, давай традицию с утра пораньше. Вот и мне очень нравятся ваши слова, которые вы говорите. Подарками надо радовать каждое утро, каждый день. Я тебе дарю этого кота, аккуратнее, он еще не подсох. У меня тоже еще мокренький котик. Спасибо, Татьяна. Мы друг друга обрадовали, вы тоже присоединяйтесь.